Высокопоставленный предатель, имевший доступ к совершенно секретным материалам. Ловушка для белоруса. Как военный аналитик стал предателем? Я его очень любил. Относился к нему как к родному. Он меня называл своим старшим братом. Обидно признавать себя, понимаете, что тебя использовали и кинули. Черт его знает. Конечно, он сворочек. Путешествие в прошлое. Почему украинская мясорубка была неизбежна? И куда толкали Беларусь? На самом деле, а нас ждет то же самое. Ему когда проспину? История краха. Сначала деградируют спецслужбы, потом вся страна. Бонус, который появлял Воропай в тот период, квартира служебная Гурмо была продана ему же за 170 тысяч долларов. А там все иначе. У них вооруженные силы сами по себе. СБУ само по себе. Что актуальное разгоровывание, понимаете, структуру. Давайте я вам облачу вашу дорогу. Согласился один раз, потом уже, ну как, гоготок увяз, те птички. А также уникальные кадры. Изменник, не зная о скрытой камере, описывает философию своего предательства. Интереснейшие подробности засекреченного дела. Я единственное, чего очень сильно боюсь, что я здесь закончу земной путь. Нет у меня хорошей приспеки, я это понимаю. Горькая правда. Все потерявшего изменника Родины. Фильм. Контрразведка. КГБ. Беларуси. Провал. Гурмо. Украины. Предатель. Воропай. Смотрите прямо сейчас. Современная Украина – это история разложения и краха государства, за которым стоит Запад. Предательство, дружбы, в которой белорусы, россияне и украинцы были братьями и строили взаимоотношения, исходя из этих родных уз. Однако в какой-то момент, задолго до кризиса 2022 года, Украина руками своих руководителей, а также спецслужб, изменила свою траекторию и встала на путь, приведший к полному разрыву отношений между нашими народами. Мы расскажем историю предательства, которая является убедительным доказательством этих выводов. 2004 год. Президенты Беларуси, России и Украины в таком символичном месте, как монумент дружбы, прозванный в народе «Три сестры», дают старт молодежному фестивалю. Он на тот момент уже 30 лет проводится на стыке границ трех государств. Масштабный форум трех народов в центре не имеющего аналогов географического треугольника собирает тысячи участников. Президент Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание именно на братском характере отношений между нашими народами. Духовное родство, братская дружба, встречи в праздники и будни – все это должно жить, развиваться, несмотря на границы и новые вызовы времени. История учит, когда белорусы, русские, украинцы, другие народы объединяли свои усилия, успех был гарантирован. И что получается? Украинская элита, украинские президенты пожимали руки, ели хлеб, соль, соглашались, выступали за братские отношения, однако в реальности все происходило наоборот. Страна погружалась в хаос, а родные узы разрывались. Украинцы были обмануты своими элитами. В последний раз три народа по-настоящему празднично собирались у трех сестер в 2013 году. Из-за событий в Украине пришлось сменить формат фестиваля и место его проведения. 17 октября 2017 года в Минске по адресу Коммунистическая 34 прохожие могли наблюдать необычную картину. Произошло задержание невысокого человека в возрасте. Его повалили на землю, но дело было не только в нем, а в документе, который оказался несколько минут назад в его руках. Задержанным оказался Николай Степанович Воропай. При нем был документ с грифом «Совершенно секретно». Он купил его несколько минут назад для украинской разведки. Человек уважаемый в белорусских военных и силовых кругах. Интеллектуал. Между прочим, один из авторов первой концепции национальной безопасности Беларуси. Но задерживали его уже как изменника и предателя Родины. Как могло случиться, что человек с таким послужным списком, как у него, взял и все обнулил? Предало свой народ и близких, и товарищей, с которыми съел не один пуд соли. В начале нулевых годов внешняя разведка КГБ получила данные о том, что у Бурмо Украины появился источник из числа высокопоставленных белорусских военных, обладающий доступом к особо чувствительной стратегической информации, представляющей интерес для западных спецслужб. Данные передаются в контрразведку, создается оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников. С этого момента ситуация под особым контролем КГБ. Был обработан огромный массив информации. В поле зрения контрразведки попадает человек, имеющий очень тесный контакт с представителем украинской спецслужбы. Воропай Николай Степанович. Родился 15 декабря 1956 года в городе Белополье Сумской области, Украина. В 1974 окончил Киевское Суворовское военное училище. Проходил службу в центральной группе войск в должности командира мотострелкового взвода, а затем командира мотострелковой роты. В 1983 направлен в Белорусский военный округ. Служил на командных должностях в 50-й гвардейской мотострелковой дивизии. В сентябре 1991-го был назначен на должность офицера 1-го отдела оперативного управления. После развала СССР и создания Министерства обороны Белоруссии, в июне 1992-го назначен старшим офицером вновь созданного центра военных исследований. Занимал должности начальника группы реализации военной политики, а с 1994-го заместителя начальника центра. В 2001-м закончил Европейский центр изучения вопросов международной безопасности, Германия. После выхода в запас продолжил работу в силовом блоке на гражданских должностях. НКО – некоммерческая организация. Как много скрыто смыслов в этой аббревиатуре. Зачастую финансирование у таких структур иностранное. А если копнуть еще дальше через десятки организаций прокладок, дорога может привести к разведке того или иного государства. НКО – отличная форма влияния, налаживание контактов в чужой стране. Какие-то под предлогом развития гражданского общества готовят активистов, какие-то вербуют чиновников и военных. Инструментарий тут самый широкий. В 1999 году была конференция, посвященная проблемам европейской безопасности. На одном из переливов ко мне подошел молодой человек, представился. Это был помощник военного атташе Украины в Республике Белоруссии. У него украинский паспорт где, да? Я видел его, этот украинский паспорт. Там Бобыр. Ну, там написано Бобыр, без мягкого знака. Бобыр Петро Анатольевич. А вот русский, там где у них иностранный, ну, загранпаспорт, там по-русски, там по-украински не написано. Там Бобыр. Я еще удивился. Почему он ко мне подошел? Именно, ну, я был в форме. И, естественно, на форме был военный знак окончания Суворовского училища. Ну, вот он спросил, в каком году я его закончил. Сказал, что он тоже выпускник этого училища. Ну, таким образом мы с ним познакомились. Он ведь стал этим самым помощником военного атташе здесь у нас в Белоруссии. Именно после Цараева. У него даже документ не показывал. И он Цараева сказал, что даже контужен был. Ну, то есть он в плане того, что лезет в пекло, то да, за ним это и есть. Оживали авантюристы. Вот. Ну, обменялись, повторяем, мы телефонами. И как-то между нами завязалась такая, ну, скажем, дружеская связь. Если я не ошибаюсь, то ли в конце 2001-го, то ли в начале 2002-го он уехал из Белоруссии. Ну, понятно, что у нас остались с ним добрые, дружеские такие отношения. Куратор, его не забыл. Петр, зная, так скажем, статус нашего человека, ну, гражданина Белоруссии, ежегодно поздравлял с 23 февраля, с какими-то военными праздниками. Таких людей дурмо не бросит. И, в принципе, буду ждать любого удобного момента для того, чтобы агентурный контакт развить. Что, собственно говоря, и произошло. Он пригласил гостя к себе в Киев, меня с женой. Мы съездили туда. Он сказал мне, что он готовится сейчас, учит болгарский язык. И собирается, ну, в смысле, есть у него возможность уехать для дальнейшей службы в Болгарию. Где-то в шестом или в седьмом году он уехал туда уже и стал военным атташе Украины и Болгарией. Бобырь Петр Анатольевич родился 6 мая 1968 года в селе Зеленьки Мироновского района Киевской области Украина. Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище. В настоящий момент зарегистрирован по адресам в Киеве, а также в селе Хотов Киевской области. Его адреса и паспортные данные приводим ниже. Как и контактные телефоны, номер военного билета и другую сопутствующую информацию. Женат. Очень интересны слова Воропая о происходящем на Украине через призму тамошних спецслужб. Петр Бобарь, видимо, был под большим впечатлением от бурлящих процессов больших кабинетов и охотно делился своими впечатлениями. Во-первых, тамошние силовики понимают, что легли под запад. Во-вторых, это большая государственная политика Украины. Более того, там считают, что война с Россией неизбежна и поэтому к ней готовятся. И под эту лавочку происходит разворовывание всего и всея. Это Воропай говорил белорусскому военному, которого пытался завербовать для украинских спецслужб. Они меня вот так тоже по такой беседе начинают передать, что мы тут все, грубо говоря, тоже с умирной жизнью. И на самом деле о нас ждет то же самое. И мы когда проспим, вот тогда-то типа нас вспомнишь. Я говорю, да мудаки вы все. Когда с вами это случится, вот присмотрим, кто из нас мудак. Здесь мы говорим о глобальной, скажем так, о геополитике. И все это все. Они, которые сейчас пытаются всяко убедить, ну это, наверное, глупо, но тем не менее, что нас ждет, кажется, судьба своих, как мы будем следующие. Понимаешь, тех ребят, они все бывшие все там шлила, они все бывшие военные, все там, все там, все там нет. Но у них ситуация не то, что такая, как у нас. Но они уже четко поняли, что, чтобы им страна не дала, все будет украдено. Поэтому лучше пусть она нам еще не дает, нам надо под кого-то ложиться. Вот они сейчас ищут под кого лечь. Ну, в принципе, уже, можно так сказать, что и нашли, да. Есть страна, у которой я родился, вырос и все остальное, и, в принципе, все нормально. Но я ей верю, люби ее. Там уроды у власти. Уроды у власти, но этих уродов можно отрывать. Ну, сегодня можно зарабатывать, но чтобы маленького зарабатывать. Местом, в котором Воропай и скажет то самое «да» человеку, подталкивающему его к предательству, станет отель «Кавалер» в болгарском городке Созополе. Маленькая семейная гостиница на берегу моря. Всего 14 номеров. Уютная, безопасная и доверительная обстановка. Петр Бобрь выстраивал с Воропаем очень тесные дружеские отношения. Такие, чтобы клиент поверил, что Бобрь – часть его семьи, практически родной человек. А как такому отказать, если он сильно попросит? Предложил подумать такой вариант и приехать на отдых в Болгарию, в город Созопол. Это хороший курортный город, тихий, без всяких там молодежных, громких музык и прочее. В 2008 году взял я жену, старшую дочку, двух внучек, и мы с семьей поехали в этот Созопол отдыхать. Когда мы там отдыхали, на второй либо третий день он приехал к нам в гости. Это удобнее, проще и легче сделать на территории третьей страны – завербовать, нежели у нас. Почему? Потому что если Петр Бобрь действовал у нас в Республике Беларусь по дипломатическим прикрытиям, ну, люди, как правило, они понимают, это вся старая советская школа военной разведки, они понимают, что они здесь под контролем национальных спецслужб, как ГБ в частности. И где-то окончить досрочно ДЗК свою, ну, для них это считается провалом. Факт данного знакомства, каких-то поддержания дружеских отношений, в принципе, был использован для того, чтобы человека вывести на территорию, так скажем, третьей страны и начать устанавливать и закреплять агентурные отношения. Это исключительно с точки зрения безопасности аппарата, его будущего агента. Сидели с ним разговаривали, он сказал, что трудно ему пока, работа тяжелая, потому что регион довольно, ну, как сказать, напряженный, вот. И сказал, что основная его задача, он должен давать периодически материалы военно-политические, то есть, ну, об установке военно-политической в данном регионе и перспективе, ну, возможно, анализы и ее перспективы развития. Говорит, я знаю, что вы занимались, когда служили в вооруженных силах, этим вопросом, вы специалист, попросил меня сделать для него, во-первых, формализованный документ, как оценивается военно-политическая обстановка, ну, и в качестве, скажем так, бонуса, если это не представляет никаких проблем, делать для него такие обзоры по военно-политической обстановке, военно- именно в Восточноевропейском регионе. Когда я его спросил, а зачем тебе это надо, ты же тут отвечай за свои вопросы, а что ты туда лезешь? Ну, сейчас у нас так все построено, что все добывают все, что может, откуда можно. Ну, как-то так получилось, что отказа я ему не сделал. Сказал, хорошо, помогу. Ну, вот с этого все и началось. То есть, да, ну, слаб человек. Согласился один раз, а потом уже, можно так сказать. Как говорят, коготок увяз, все птички. Трудно сказать, когда именно у человека, вступившего на путь предательства, появляется и своего рода философия предательства, то есть мотивированное оправдание собственной низости. Но определенно точно, что когда идет разговор с человеком, которого только толкают на этот путь, увещевания могут быть самыми изощренными, у нас есть уникальная возможность узнать, а какие фразы использовал воропай, чтобы подтолкнуть человека к измене родине. Я очень рад, что встретились, я очень рад, что все обговорили. Ну, вообще, я только очень рад, что происходит. У меня какой-то стиль в жизни появился. А тут было смешновато. Другой вопрос, что тот материал такой, он однозначно проходит. Ну, я тебе хочу сказать, чем серьезнее материал, чем серьезнее сама. Так что ты давай не волнуйся, но и не торопи события. Оно само все по себе, само придет. Ты когда сам увидишь, что оно не особо-то и стрёмное, тем более, что... Ну, да. Так же и меня, когда я был сам, мне было намного проще. Только жал, что я сам и все. И если я, грубо говоря, и жениха нашел, не кем-то по своей вине. А тут мы уже вздвоем. Поэтому я не столько за себя, я беру меня за тебя ответственность. А это для меня даже страшнее, чем за себя, пойми. Я не знаю, как пойми. Без этого скучно уже, понимаешь? Скучно уже. А так у меня, вот я сижу, сна уже нету. Мы никому не можем. Забывай от нас на через неделю максимум через месяц. Ты уже тихо. Жизнь останавливается. И она не только вот то, что ты сейчас делаешь. Это потом окажется со всеми ровно. От них уйдет. 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 Мы с тобой идем. Посчитается, что он находился. Ну, посчитайте, понятно. Дай Бог. Береги сейчас. Остальное не бойся. И это самое. Я тебе говорю. Они только в случае не обходились. Мы уже без детей. Только с женой опять приехали. Опять с ОЗОБУ. Он привез ему на флешке обзор военно-политической обстановки, которые у нас на тот момент были. Вот. Разговорились мы с ним. Да. Он сразу предложил мне Степановича. За эти дела надо платить. Типа. Я говорю. Никаких денежных вопросов я с тобой решать не собираюсь. Это чисто по дружбе. Мы с тобой как два кадета не можем вообще даже эту тему на мой взгляд разговаривать. Он мне сказал, что понимаешь. Если я вообще возьму это просто по дружески, мне никто не поверит, что это ты мне в смысле дал в качестве шерпской помощи, и у меня могут появиться вопросы, а мне это не надо. Давайте я вам оплачу вашу дорогу. Ну, допустим, билеты стоили там, грубо говорю, 420 долларов, к примеру, на самолет, да, там же он в билете указывал. Давал 500, понятно, что он 420 не давал. Ну, билеты стоили там, ну, 630, допустим, в Черногорию там дороже, потому что чарта другая. Вот. Он давал 700. То есть вот как-то так. Причем давал просто в конверте без всяких там, ну, требовать с меня какие-то документы за то, что он мне дал. Он не просил. Никогда. Это меня тоже, конечно, удивляло потом. А как ты отчитываешься? Он говорит, ну, пока верит. Я говорю, так ты вообще не бери тогда. Ну, в смысле, скажи, что дал, а сам не давай. Вот этого я боюсь делать, потому что иногда, ну, не каждый раз, но нас проверяют на детекторе. То есть если там обнаружится, что я обманул и что деньги я не отдал, то я, естественно, потеряю. Вот. Поэтому он всегда старался все дать, чтобы он был на всякий случай, на случай проверки на детекторе, чтобы он был чист и нечестен. Ну, так, собственно, и повелось. В 11-м году уже закончил он свою болгарскую эпопею, вернулся в Киев. Вот. И уже вот, когда мы были в Крыму, он приезжал из Киева. Под предлогом отдохнуть он пригласил Воропая с женой на отдых в Литву. Для того, чтобы, как говорится, сформировать этот агентурный и безопасный канал связи, который предполагает передачу документов дистанционным путем, куратору передал Воропаю айфон. В Литве, да. Да, подарил. Это был... Ну, он это все преподнес, как подарок на день рождения. В качестве такого интересного способа передачи, безопасной передачи собранных материалов, было определено использование облачного хранилища. То есть, Воропай все документы в каком-либо визе, там, электронные, фотографии делал. Он скидывал на облако. Соответственно, пароль от этого облака есть в кураторах. Он в любой момент времени может их почитать, посмотреть, сохранить себе куда-то на свой носитель информации. В своем общении с потенциальным информатором из военных кругов Воропай обозначал три принципиальных момента. Во-первых, свое понимание, что это секретная информация. Во-вторых, то, что она уйдет в Киев. И в-третьих, то, что это будет оплачено. Это общественная организация. Зарегистрирована полностью в Киев. Она имеет свой штат соперников. Штатных и, скажем так, таких, как я. У меня не штатных соперников. Я вроде как в них работаю. Мне тему дали. Я тему ощутил. Тему приняли. Мне оплатили. Вы понимаете, что у меня-то остались материалы все, которые имеют других секретов, сколько секретных. Честно говоря. Все будет нормально. Дело не в этом. За это не переживай. И свое тебе всегда все будет. Непосредственно на личных встреч, когда он пытался объяснить, для чего эта информация нужна, он своим, скажем, собеседником говорил о том, что он работает в независимый аналитический институт, который находится в Украине и занимается проблемами исследования военно-политической обстановки. Поэтому это, в принципе, легенда, под которую он легендировал все свои действия. Их очень интересовало совместные учения, которые проводились между, и сейчас до сих пор проводятся между Белоруссией и Россией. И вот он позвонил, можешь мне добыть где-нибудь этот замысел в Западе 2017. Повторяю, это нормальный документ. Разговоры воропая за жизнь, а фактически убеждения предать Родину происходили здесь, когда летом это кафе выносит на улицу террасу. Можно посидеть за чашечкой кофе или чего-нибудь более горячительного, а может неторопливо пообедать на свежем воздухе. Хорошо, хочется расслабиться, а еще лучше воодушевиться. Когда перед тобой сидит уважаемый человек, делает тебе некое выгодное предложение. Когда большое и опасное растворяется в куче маленьких, но приятных деталей, как сахар при добавлении в кофе, чтобы горький вкус превратился в сладкий. На тот период Гурмо ногами топали по поводу этих учений в Западе 2017. И, в принципе, опять же, причем его никто не просил. Аккуратов ему не отрабатывал, как мы говорим, задания, если профессионально говорить с языком, найди себе агентов, источников, субисточников. В принципе, что на тот период сделал Рапаев в условиях, так скажем, отсутствие прямого доступа к документам. Он остановил свои связи. Это, в принципе, в свое время были люди, которые подчиненные ему были по службе, когда он служил в вооруженных силах. Там Министерство обороны, Генеральный штаб, там ряд других госорганов. Причем должности у него хорошие. Это надо понимать, что у него доступ был к софт-секретной информации постоянно. Эти документы через него проходили. В 2017 году у Рапаев в Горкраины стояли три четкие задачи. Первая – это Запад 2017. Причем не та информация, которая циркулирует в СМИ, либо где-то он у кого-то из своих бывших сослуживцев спросит. Это должны быть конкретные документы с грифами ограничения. На тот период эти документы были софт-секретного характера. Это директива Министра обороны на проведение СССР в Запад 2017. И основной документ, который интересовал ГУРТ, точнее, и в Рапае они просили об этом, это, так скажем, итоговый аналитический документ по результатам учения СССР в Запад 2017. Данный документ, он, в принципе, опять же, тоже софт-секретный. Фундаментальный труд – порядка 45 листов совершенно секретных материалов. Второе – это направление, по которому работал ГУРТ, это ОДКБ, то есть Республика Беларусь как член ОДКБ. И, в принципе, все мероприятия боевой подготовки, которые проводятся в формате Республика Беларусь, ОДКБ, проблемы, недостатки, перспективы развития сотрудничества дальнейшего. В шпионских делах очень важно отсутствие лишних глаз. То есть нужна доверительная обстановка без посторонних. Однако, когда человек предает целую страну, то так получается, что ему противостоит также целое государство, целая страна. И тогда даже маленькая птичка, которая, казалось бы, прилетела хлебушка поклевать, может оказаться глазами той самой Родины, которая все слышит и все знает. И в один прекрасный момент она может прийти и спросить с предателя. Основной, так скажем, бонус Калай Степанович поимел – это был, опять же, выезд в Киев, когда я аккуратно вызвал туда в экстренном порядке и попросил поучаствовать в схеме, как тогда это было обозначено, которая заключалась в том, что в Главном управлении разведки есть там ведомственное жилье, которое используется в различных целях, в том числе и в оперативном плане для размещения своих сотрудников, которые не имеют жилья. В ГУР тогда сложилась практика и была разработана схема, скажем, по, в кавычках, отчуждению этого служебного жилья. Суть в чем? Появляется третий человек – это гражданский человек, это обычное физическое лицо, простым языком. Он покупает квартиру в ГУР за определенную сумму. Бонус, который поимел Воропай в тот период – квартира служебная ГУРМО была продана ему же, но он этих денег никогда не держал, за 170 тысяч долларов. Ему из этой схемы предназначалось 20 тысяч долларов. Добавили еще одного-двух человек. Общая стоимость квартиры каким-то образом становится 200 тысяч. Происходит распил суммы. Решил все вопросы организационные, но вмешался начальник главного управления, на тот момент это был генерал-полковник целый по фамилии Гмыза, насколько я помню. Было принято так – где бы ты, что бы ты каким-то образом не заработал, то должен внести свою лепту в жизнь структуры. Ну, в данном случае. Да. Что говорить? Что скрывать? Да. Должен внести свою лепту. И обычно там, кто был до этого Гмыза, брали там, ну, сейчас цифры, не могу всплыть, то 20 или 30 процентов. Вот. А этот затребовал, что ты ему там на каких-то целях сказал, что нет – 50. Должен ты. Ну, грубо говоря, если ты на 150 тысяч долларов… А в страх, наверное, чтоб легче считать. 150 тысяч долларов просишь у него утвердить, то реально получишь 100. Ну, это шло активное разворовывание, понимаете, структуры. Они вот приходили, делали свои, скажем так, и уходили. Приходил новый. Они у них менялись, как перчатки эти начальники управления, главного отдела управления. Там никто больше, допустим, полутора-двух лет не руководил. Вот. А эта квартира может быть, еще что-то могло быть. Командировки очень сильно, как он говорил у них. Ну, не то, что командировка куда-то там месяцная, а именно на работу куда-то там. То надо было за все, соответственно, уносить свою лепту. Вы едете там, ну, в другую страну, как вот Петр уезжал в Болгарию. Людей, которые хотели бы попасть туда, раза в три больше. И вот, чтобы гарантированно попасть туда, надо было за все платить. И я понял одно, что коррупция там была, есть и процветает. И уже к этой коррупции настолько привыкли, что без нее там и не представляют службы. А там все иначе. У них вооруженные силы сами по себе, СБУ само по себе. Ну, насколько это я могу судить, возможно, я далеко не прав. Но, тем не менее, там нет у них такого тесного взаимодействия, как, допустим, существует это у нас. В 2017 году немокуратор выдал 8 тысяч евро. Деньги предназначались не ему, а на подкуп высокопоставленных военнослужащих. Это, в принципе, люди, которые в 2017 году обладали непосредственно прямым доступом, документом по тематике вот этого Запада 2017. Банально, те суммы, которые происходили в выплате, это 200-300 евро за секретный либо совершенно секретный документ. Плюс 100 еще по результатам того, как Воропай ознакомится с этим материалом. Какие-то выводы для себя сделал, скопирует и сохранит на это удочное хранилище либо на флешку. Соответственно, та сумма, ну, порядка чуть меньше 7 тысяч, у него находились дома под телевизором, под ножкой телевизора. Но задавали ему вопрос, куда эти деньги, это вам, не вам, это людям, не людям. Ну, судя по реакции человека, мы так поняли, что не все деньги он планировал раздать своим субисточникам или людям, которые ему помогали собирать информацию для ГУРМО. Восемь тысяч евро на будущую нашу работу. А на самом деле происхождение, я думаю, что это уже тогда полностью взяли их под своего американца и уже они стали работать под их виды. А для них эта сумма абсолютно не о чем. Понятно, что этот американец под спонсором. Он, ну, найди кого-нибудь. Может быть, кто-то, кого бы я мог дальше использовать. Ну, он, наверное, хотел меня выжать до конца уже, что говорится. Все с меня взять, а потом просто пропасть. Ну, собственно, как сейчас и произошло. Я не знаю, где он, как он будет. Всего нету. Расплачивая за предоставленную ему информацию, Николай Степанович основательно водил за нос собеседника-предателя. Он существенно занижал сумму, которую ему выдал киевский разведчик на оплату сливов от высокопоставленных белорусских военных. Имея в кармане те же 8 тысяч евро, предназначенных на единовременный подкуп лица с доступом к секретным материалам, он выдавал буквально крохи. по одной-двум купюрам за документ. Это, конечно же, тоже его характеризует. Если все у нас было хорошо, то да. 45 тысяч в год взрослых. Это для них не напряжено. Помощь, она никогда не помешает. Помощь. Испрещено. Это работа. Это оплата. Ты никакой помощи. Это чисто. Вот ты заработал. Может, причем мало. Ну, просто мне извините, что нет. Мне бы хотелось бы больше, конечно. Если будет у меня больше, будет у тебя. Это я отлинусь. Потому что я в этом плане человек крайне шепетильный и честно. Имею в виду, что мы заработали. Честно причем. Я же вижу и знаю, что я с этим отвечу. Я на этом материале, если ты еще не попринесешь. Я, ну, рублей зеленых 600-700 заработал. Да, да, да. 300 я тебе уже отдал. И еще сейчас, когда все закончится, еще остаток что-то. Понятно. Дай мне что-то сейчас дать. Конечно. Мне это особо не надо. Дай мне что-то прочитать и куда тебе держать. Так, 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 так. Это твои опыта. Почти, да. Ну, спасибо, потому что мы работали. Тут еще интересен сам механизм был того, как воропай собирал эти документы. То есть, если он обращался к своему товарищу или там, сослуживцу бывшему, договоренности были такие, что он на месте не читал его, не фотографировал. Он говорит, дай мне на день, на два и почитаю, там, подумаю над ним и потом тебе верну. Соответственно, людям, у которых он брал эти документы, он клялся, обожился, что никуда их не копировать, там, не фотографировать не буду. Но, в принципе, после того, как он получал этот документ, все копировал, в том числе дублировал электронный файл. Вот это облако, которое, в принципе, было накануне определено, в том числе для формы накопления вот этих шпионских материалов. Ну, что ты подумал над моими? Подумал, Михаил Стефанович. Как-то у меня там стремновато. А что ты боишься? Ты же ни с кем-нибудь, ты со мной, в том плане, что я же никогда никого в жизни не представляю. Ну, абсолютно исключено. Тебе дают честное, благородное офицерское слово настоящего полковника, что ничего, нигде я никаких копий никогда в жизни не оставлял, только остается у меня в голове. Вот и все. И за это можешь вообще не переживать. Надеюсь, у меня разбор закончится. Ну, спасибо тебе, скажут, что это. А Надюк, может, выиграл 150. Да. Хорошо, да? Да. 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 Документ секретный. Грифы закрылись. Все эти. Да, это не важно. Я заставьте его в армию. Да. Если можно... Я надеюсь, что оно никуда не попадет. Видите, в которой они едут. Ну, давайте. Я надеюсь, что ты меня просто вынуждаешь, собственно, что я в заказку сейчас не говорила. Ну, Артем, о чем ты говоришь? Потому что, ну... Да ну, зачем мне это надо? Ты же каждый год оправдываете это. Ну, извините, ну, почему-то там все нормально. Ты мне веришь? Ну, я тебе верю. Вот еще, а мне веришь, ничего не верю. Вот ты точно не верю, сто процентов. В семнадцатом году в раж вошел дедушка тогда. В принципе-то и речи не было о том, что он должен стать резидентом, и ему куратор таких задач не отрабатывал. Но воропай на тот период времени распечатал, посмотрел в интернете, в википедии, кто такой резидент, функции, задачи резидента, кто такие агенты, как руководить агентами, как отрабатывать им задания. Ну, это, в принципе, информация в общем доступе. Поэтому даже он выделял слово резиденты, какие функции. В принципе, но мы понимали на тот момент, что те контакты, которые он восстановил, это его бывшие сослуживцы, и то, как он с ними пытался организовать работу, оно, в принципе, вкладывалось в модель поведения резидента. Но, может, он где-то и куратору не озвучивал, но он считал себя таковым. Вопрос убеждений всегда ключевой вопрос. В ходе вербовки никогда не говорят «мы хотим, чтобы ты предал Родину». Наоборот, уверяют, что ищут истинного патриота, у которого есть мужество бороться с антинародным режимом. И иногда убеждают, что ты не просто никого не предаешь, а наоборот, спасаешь. В случае с Воропаем – свою страну, в которой он родился, Украину. А еще друга – Петра Бобаря, которого Воропай всерьез называл младшим братом. Я его очень любил, в смысле, ну, как сказать, относился к нему как к родному. Как близкие, родные люди общались, понимаете. Он вообще был парень такой, авантюрист по натуре, и не надо было ему помогать, потому что… Ну, есть такая категория людей. Он меня называл своим, там, старшим братом, ну, да так. Он как-то, понимаете, вот он… Прямо он смотрит на тебя и вот вроде готов душу к раскрытию. То, что я здесь, из-за него, образно говоря, ну, что делать, это моя вина. Действительно, ну, надо было мне к этому относиться более скрупулезно, щепетильно, или как назвать. Черт его знает. Конечно, он словос, но, конечно, обида есть и большая. Очень большая. Потому что, ну, бросили, откровенно говоря. Как только со мной это случилось – бросили. Ну, обидно признавать себя, понимаете, ну, что тебя использовали и кинули. Вот. 17 октября 2017 года Воропай был задержан после того, как он получил совершенно секретный документ. В ходе осмотра автомобиля, в котором он находился, передвигался, этот документ, собственно говоря, был и обнаружен. Момент истины для предателя – это когда его берут под белые ручки. В смысле эмоционального потрясения – это, наверное, один из самых сильных моментов. Помните, когда Воропай говорил своему визави, дескать, ничего страшного, все путем. Наверняка эти фразы сначала он внушал самому себе. Однако на деле это самообман. Очень страшно. И по-другому не бывает. Так страшно, что штаны обмочить можно. Буквально. В машине у него нашли тайник с документами. Вместо запасного колеса для машины там был тайник. На тот период порядка где-то 800 документов, которые он в свое время, проходя службу или госслужбу в госорганах Республики Беларусь, в принципе, он все это вынес оттуда и хранил для того, чтобы в последующем он переводил это все в цифровой вид. И практически все эти документы, они потом оказались у куратора. Это вот у него в машине. Дома у него понаходили те флешки, на которые он собирал информацию для куратора. В принципе, вот в семнадцатом году он по учениям тогда аккумулировал на одну из флешек материал носителей информации дома. С информацией, которую он воровал, так скажем, простым языком, когда служил в Министерстве обороны. Все эти электронные файлы, всех там секретных, там несекретных документов. Нашли также ноутбук, ну в числе прочей техники, это ноутбук, на котором он готовил отчеты для Петра. Тонкости всех мероприятий, проведенных белорусской контрразведкой, раскрыть не представляется возможным. Однако государственная измена воропая и совершение этого преступления полностью задокументирована. Реальный ущерб государству не нанесен. Белорусская контрразведка контролировала все шаги воропая. И это тонкая работа профессиональных контрразведчиков, в полной мере сохранивших советскую школу государственной безопасности. Своё наказание, которое я получил, я воспринял как законное, никогда его не оспаривал и пытаюсь пройти этот путь, ну, по-нормальному. Ну, как раздужил. Здесь, конечно, ситуация, ну, переносить, скажем так, в моём возрасте уже далеко очень непросто, но тем не менее я стараюсь. Здесь же тоже, понимаете, ещё тяжёлая вещь то, что ты сам с собой постоянно, и у тебя эти мысли, мысли, мысли тебя едят, от них никуда не уйдёшь. А отлечься, как молодёжь, я уже, у меня не получается. Пропал сон и всё, я вот знаю, что надо вот не волноваться, надо то-то, да, всё будет. Ну, вот теорию знаешь, а на практике она не получается, не выходит. Как это, себя заставить, я не знаю. Ну, а теорию знаешь, а практику увы. И хочется надеяться на лучшее, но, честно говоря, надежды надеждами, но они не зря надежды юношей питают. А я уже далеко не юноша. Жалко, конечно, что внуков не вижу. Ну, жизнь она идёт уже без меня, и они уже привыкли жить без меня. Я это по своим вижу, даже по письмам, как раньше мне дочки писали, как сейчас пишут. То есть он реже, 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 реже. То есть я уже ухожу из их жизни. Я единственное, чего очень сильно боюсь, что, ну, не подумайте, что я там это какие-то, что я здесь закончу земной путь, и ещё и моей семье придётся на конец всего этого ужаса, который я их повёрк, ещё и, скажем так, хоронить меня. Это самое для меня вот нож в сердце. Так что ни на что, ну, как сказать, ни на какие чудеса, я не надеюсь. Это честно. Уже как будет, так будет. Загадывать это самое бесперспективное занятие. Совершил я большой, скажем так, ну, в своей жизни ошибку огромную, поэтому за неё, видимо, надо рассчитываться. Ну, вот и всё. Это тоже без всякого там окривления душой, я говорю. Нет у меня хороших приспектов, я это понимаю. Воропай Николай Степанович признан виновным в измене государству. Приговорён к 12 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением воинского звания полковник. О разведывательно-подрывной деятельности Запада и украинских спецслужб, а также спецоперации белорусского КГБ по их нейтрализации, смотрите на YouTube-канале агентства теленовостей «Фильмы» «Жизнь на измене» и «Контрразведка» операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова